Привет дорогие друзья! Прежде чем мы поговорим, хочу посоветовать перейти на канал и посмотреть контент, про все остальные интересующие тебя ружья и виды охот. Выбор патрона для охотника, можно сравнить с выбором топлива для гоночного автомобиля, ни один спортсмен не рискнет залить топливо, неизвестные ему марки и составляющих характеристик продукта. Начинающие охотники при выборе патрона, часто руководствуются ценой и внешним видом товара. Многие из них даже не знают, какая длина гильзы допустима для их ружья. Какой именно снаряд подойдет для планируемой охоты, можно узнать в литературе или уточнить у опытных охотников. При выборе снаряда нужно учитывать, и тип дульного сужения ружья. Для охоты на гусей на перелете нужно использовать чок, так как стрельба ведется на предельных дистанциях. При выборе дроби желательно остановиться на номерах от четырех нолей до тройки. Заряд, снаряженный контейнером, будет более эффективен, чем без него. Возможно использование мелкой картечи. Патроны на утку в это время года могут быть снаряжены дробью номер пять. Известны случаи, когда опытные охотники переходили на один номер дроби, используя его на всех видах охоты. К примеру, тройка. Сезонность охоты немаловажный фактор при выборе патрона. При охоте на тетерева с подхода в начале осени, когда выводки только встали на крыло и взлетают в десяти метрах от охотника, подойдет мелкая дробь и дульная насадка цилиндр или цилиндр с напором. В охоте на тетерева в конце декабря, когда птица в плотном зимнем оперении, предпочтение отдают более крупным диаметром три, и дульным насадкам чок, получок. Более сильное сужение насадок увеличит кучность боя, это немаловажно, так как в зимние дни при отрицательных температурах кучность боя уменьшается. Патроны на утку также будут отличаться от сезона охоты. Благоприятной температурой для стрельбы, при которой производят измерение всех параметров, является температура 12 градусов. Для сравнения различных марок патронов, будут взяты основные требования. Доступность, качество, ассортимент. Продавец всегда пытается сделать выручку и продать товар, который дороже. Если патроны идентичны по характеристикам, а цена различается, это может быть лишь следствием популярности бренда. Скоростные заряды, заряды с сильной осыпью и поражающим действием на небольших дистанциях, спортивные с небольшим весом и большой плотностью, вся эта линейка представлена в патронах итальянского производства. Патроны Клевер итальянский бренд, который на протяжении многих десятилетий является одним из лидеров в производстве патронов. Товары этой марки получили большую популярность среди спортсменов по всему миру. Цена патрона на отечественных прилавках колеблется от 80 рублей за штуку, в зависимости от снаряжения. Патроны этой марки могут быть как скоростными, для дальних дистанций, так и для ближних дистанций с применением дроби, неправильной формы в виде овала. Такая дробь дает большую осыпь и хорошую скорость на небольшой дистанции, порядка 20 метров. Уже на длительных дистанциях такие заряды неэффективны, из-за потери энергии. Патроны Фетер российский бренд, производство было основано в начале 19 века. Довольно давно находятся на рынке и зарекомендовали себя как качественный, и в то же время бюджетный товар. Цена на патроны Фетер может начинаться от 32 рублей. Они представлены в различных калибрах. Имеют большую ассортиментную линейку, отличающуюся по виду снаряжение заряда. Благодаря низкой цене, стали интересны для любителей ютиной охоты на перелетах, когда выстреливается большое количество патронов. Патроны 12 калибра главпатрон производит Тульский завод. Качество патронов находится на высоком уровне. Дробовые патроны снаряжаются твердой дробью, что дает увеличение скорости заряда и придает положительную особь. Цена патрона от 40 рубля за штуку. Патроны главпатрон доступны большинству охотников, и на сегодня являются, по словам продавцов оружейных магазинов, хитом продаж. Если вы собрались на открытие сезона охоты, какие номера патронов 12 калибра не будут лишними в рюкзаке? Именно такой вопрос начинает интересовать молодого охотника. Скажем, компания собралась на охоту по водоплавающей птицы. Что нужно учесть при выборе патронов местность, дальность и плотность, наличие обученных к поиску сбитой дичи собак. Немаловажно знать точное количество, запланированных для охоты дней, чтобы рассчитать необходимое количество патронов. Бывают случаи, когда охотники возвращаются домой раньше из, за отсутствие патронов. Опираясь на практику бывалых охотников, можно сказать, что на открытии осенней охоты, на уток большого количества патронов не понадобится. В первые дни утка сильно напугана, и неохотно встает на крыло. Как правило, основной пролет птицы, происходит в часы, на рассвете, и длится 40 минут. Одному охотнику достаточно 20 патронов, снаряженных дробью номер 5. А вот уже в начале октября, направляясь на охоту с чучелами на перелетах, патронами нужно запастись из расчета в среднем, 50 штук на день. Это не говорит о том, что охотник будет выбивать по 50 птиц. Тот, кто попадал на осенних перелетах, в дни массовой миграции утки, знает, что утка летит с разных сторон и на предельных расстояниях. Стрелять приходится много, но не все выстрелы результативные. Особенно успешными бывают дни, когда дуют сильные ветра. Утка с большой воды идет в камыши там, в скратке, встречают ее охотники, с расставленными в небольших лужицах подсадными. Такая охота длится весь день, а не только на утренних и вечерних перелетах. Этим она и увлекает львиную долю охотников. Для не менее увлекательной охоты с гончими на зайца, в зимний период достаточно дроби номер два. А вот при охоте на глухаря к заряду патрона, нужно отнестись серьезней. Глухарь очень сильная птица, для успешных выстрелов хорошо подойдут скоростные снаряды. В них скорость дроби при встрече с целью высокая. Выстрел получается резким и разрушительным. У начинающих охотников не стоит задача понять, какие патроны 12-го калибра лучше. Вопрос в том, какие патроны для какой охоты. Можно сказать так, что не нужно мешать молодому охотнику, дойти до всего самому. Однако охота это не прогулки по парку, здесь важно понимать и соблюдать технику безопасности, и стреляя в зверя, помнить, что это живое существо. Правильным выстрел будет тогда, когда зверь умрет в движении, мгновенно. После просмотра видео поделись своим комментарием. В описании полезные товары для охоты.